Из 88 участников только 14 дошли до финальных поединков. За медали боролись к тем, кто умело совмещает борцовскую и бойцовскую техники. Отборочные бои проходили на территории бывшего УВАКу. А вот финалы смогли увидеть все желающие. Техника армейского рукопашного боя опробована в реальных условиях. В неё включены приёмы из арсенала различных единоборств. Все поединки отличаются накалом страстей и ожесточённой борьбой. Армейский рукопашный бой считается полноконтактным видом спорта. Это действительно очень зрелищный, популярный вид спорта. И мы видим, что это спорт действительно для мужественных, сильных духов и крепких ребят. А то, что сегодня происходит в соревнованиях между частями, это тоже, как и в любых соревнованиях, как в любых клубах и федерациях, это возможность показать себя, возможность сделать так, чтобы его подразделения или часть гордились им, стремились к тому, что им нужно защищать честь этой части. Участников соревнований организаторы поделили на две группы. В первую попали представители мотострелковых бригад и ВДВ. Во второй бились все остальные бригады и воинские части. Неподготовленных спортсменов не было. Часть военнослужащих до армии занималась борцовскими видами единоборств. Другие учили ударные приёмы. Теперь этот опыт отразился на ведении боя. Судня с борцом попал. Пришлось работать на дистанции больше, вторым номером встречать, чтобы не давал борьбу. В группе, где встречались на ковре мотострелки и десантники, лучшими признаны бойцы 83-й бригады города Уссурийска. Серебро досталось гостям, военнослужащим мотострелковой бригады Бикина. И бронза уехала в Сергеевку. База, которая позволяет здесь выигрывать бойцам, это база самбо, дзюдо в основном, потому что здесь идут в основном очки, запроски, засваливания. Ну и тем не менее нельзя упускать тот момент, что ударная техника тоже необходима. Во второй группе золото завоевали представители авиационного полка из города Артёма. Серебро и бронза остались в Уссурийске. Медали на свой счёт записали военнослужащие 20-й ракетной бригады и 8-й зенитно-ракетной.